Первым под прицел нашей камеры попало здание за медгородком. Сейчас объект находится в полуразрушенном состоянии. Начавшаяся когда-то стройка так и не завершилась. Здесь планировалось построить общежитие для медработников. Охрана на территории отсутствует, поэтому здание облюбовали бездомные и дети. Если первые здесь живут, то вторые устраивают экскурсии и опасные селфи. Подтверждение этому можно найти в интернете. В общем, выйти мы собираемся не через забычный вход, а через окно. Еще одним излюбленным местом челнинских подростков считается лагерь «Золотая горка» в Елабужском районе. Его забросили еще в начале 90-х. На видео четко видно, что свободно передвигаться можно как по территории лагеря, так и внутри зданий. Но подростки рискуют своими жизнями и на других объектах, даже тех, которые находятся под охраной. И снова этот завод, цех. Так, в общем-то, уже спустился и иду дальше. В поселке ГЭС несколько заброшенных строений. Одно из них – бывшее трехэтажное здание судебных приставов. Правда, теперь погулять по нему у подростков не получится. Примерно два месяца назад администрация Комсомольского района совместно с исполкомом города взяли его под охрану. Если бы мои дети там играли, мне бы это не нравилось. Мы боимся, как бы пожар тут не был. Тут же ребятишки в окна залазят и все подобное. Разрешилась ситуация со вторым зданием в 8-м комплексе поселка ГЭС, где функционировал детский диагностический центр. Недавно его продали на аукционе. Новый хозяин буквально сразу поставил на окна решетки и наглухо заварил все двери. На территории объекта дежурит охрана. В планах превратить полуразрушенное строение в общежитие. Там вот спрашечный был вход. Мы тоже его закрыли наглухо. Подвал тоже доступа нет. Все замуровано. Абсолютно. Избавиться от заброшенных объектов не так-то просто. К примеру, бесхозное строение в центре города, напротив остановки океан, где раньше располагался рыбный магазин, убрали только после пожара летом прошлого года. Покупать на аукционе подобные объекты предприниматели не торопятся. Елена Камалова, Сергей Вильданов. Новости от Петерстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24.